Всем привет! С вами Аркадий Романович. Живой трейдинг по сигналам системы Кластер Трейдер. Золото слева, NASDAQ справа, минутные графики. Пятница, 9 июля 2021 года. И, как обычно, показываю вам свои сигналы, паттерны, которые лучше всего работают. Разбираю технику входа, стопы, тейки, психологию трейдинга. Сегодня мы сфокусируемся с вами на скальпинге больше, краткосрочных сделках. В среднем 3-5 минут. Среднее время в позиции 3-5 минут. И посмотрим, что у нас сегодня будет в течение сессии. То, что сегодня вы увидите и видите во всех моих роликах живой торговлей. Все паттерны, сигналы. Именно это мы используем с трейдерами в закрытом чате. То есть, техника входа, одна и та же причины входа. Мы идем NASDAQ в зоне сопротивления. Красная зона. Зона сел, ждем сигнал, чтобы открыть продажу. Весь наш трейдинг основан на торговле вокруг ключевых уровней поддержки сопротивления. И основной принцип это либо мы торгуем увядание импульса, либо увядание коррекции в направлении импульса. Ну, на самом деле, так строится вообще весь трейдинг процентов 90. Не считая флета, консолидации, когда мы просто продаем макушку, покупаем низ. В остальных случаях мы либо продаем, когда рынок растянут, и покупаем, когда он возвращается к ценности. Я сейчас вам все покажу, не переживайте, если что-то непонятно. Если вы новенький, разберем. Ждем NASDAQ, мы видим, топчется NASDAQ возле сопротивления. Мы протестировали тест уровня села сигнала номер один. Ждем вход. Есть сел по NASDAQ. Тест уровня. Сигнал вход. Ждем, что будет. Стопы за максимум сигнала. Видим золото в очень плотном кольце. Не кольце, а прямоугольнике скорее. NASDAQ тоже далеко не ушел. Тоже консолидация. На открытии в пятницу. Ничего такого пока не происходит. Еще раз. Наша цель сегодня скальпинг. Зашел-вышел. Краткосрочные, быстрые сделки. Мы ждем в течение 3-5 минут результат. Да, это может быть лосс. Но не обязательно 100% профит. Быстрый-быстрый трейдинг. По NASDAQ мы видим еще раз тест уровня. Запишите себе формулу последовательности. Она называется СС. СС это сила сигнала. Это не Советский Союз, а сила сигнала. То есть мы в одно время, в одном месте хотим увидеть основание для открытия сделки. И каждому основанию для открытия сделки мы придаем значение, нумеруя. СС-1, например, тест уровня. СС-2, паттерн. Свечной, графический, сигнал индикатора, неважно. Таким образом, два условия. Раз-два условия, назовем это кластер-2. Кластер-2. Кластер-2, сел по-насдак. Очень-очень важно. Последовательность событий. Первое условие, второе. Если больше условий в этой сделке, то вы их прописываете так же. Например, тест уровня. Сигнал и еще фильтр. Например, вы какой-то используете. То он должен быть в вашей последовательности всегда. Тест уровня, сигнал, фильтр, если используется. То есть визуальный стимул, причина для открытия ордера. Не потому что кажется, что есть хороший уровень и должны отскочить, отбиться. Потому что это мнение. Это не объективная и измеряемая информация. Сейчас мы видим, что рынок пришел, тестит, формирует для нас графический паттерн, вершину. Давайте я сейчас возьму инструмент для рисования. Это даже лучше. То есть если я консерватор и у меня появился паттерн, то это шанс войти. Но входить сразу, как только он появился, как сейчас бессмысленно. Это чаще будут лоссы. Мы ждем первую, более низкую цену закрытия. Закрытие ниже минимума предыдущей свечи на правой стороне. В данном случае правая, это вот эта сторона, где сейчас моя мышка, курсор. То есть мы ждем телом ниже. Да, иногда это может быть не очень выгодно от самой макушки. Но это сэкономит много денег. То есть если я консерватор, то мой вход наверняка может быть где-нибудь вот здесь, чуть ниже. Но с другой стороны рынок может закрыться вот так, но затем не обновить минимум предыдущей свечи и бум развернуться наверх. То есть это тоже классный-классный фильтр. Более низкая цена закрытия. Если рынок подойдет вот к этой зоне, я сейчас возьму горизонтальную линию. Это называется ментальный тейк. Потому что у меня тейк чуть ниже, но я вижу, сколько здесь было реакций. Раз, два. Посмотрите, посмотрите на эту зону. Это неплохие 18-20 пунктов. Если цена сюда придет. Наблюдаем, не торопимся. Можно, конечно, ждать тейка. Но я вижу реакцию рынка здесь. Поэтому с моей стороны глупо игнорировать этот момент. Наблюдаем. Рынок прессингует. Снимаем скальп. 18, где-то 17 даже тиков. Может ли рынок еще упасть? Конечно. Она может продавить ниже, но... Внимание налево. Раз, два, три, четыре, пять минут сделки. И сейчас рынок восстанавливается. Можем снова продать. При условиях. Если они будут... Если, например, у трейдера две позиции, то он здесь берет скальп, а вторую часть, например, стоп, который здесь, он берет и тянет в безубыток. Таким образом, как я говорю своим трейдерам, вы становитесь в положении профит-профит. То есть вы сделали профит, и если пойдет еще, сделайте профит. Есть другой вариант. Вы здесь вошли. Взяли скальп здесь. И стоп двигаете за предыдущий уровень, за структуру. Не в безубыток, потому что может прийти, коснуться и потом упасть. Но это расстояние риска должно быть не больше профита. Таким образом, вы тоже в положении профит-профит, но если рынок придет и выбьет стоп, это будет ноль. То есть вы ничего не потеряете, но ничего не заработаете из хорошего трейда, качественного сигнала. Золото тоже тестирует уровень, но здесь пока ничего нет. То есть тест уровня. Сила сигнала номер один. Реакция. Мы видим, он пытается ретестить. Посмотрим, будет ли сигнал на правой стороне. Насдак тоже в тотальном флете, посмотрите на него. Сегодня просто замерз. Поэтому никаких продолжительных трейдов. Да, рынок может пробить поддержку. Это хорошая зона, на самом деле. 14682. Я возьму горизонтальную, поставлю сюда. Мы видим, это минимум сегодняшнего открытия. Открытие, да, открытие сегодняшней сессии. И если эту зону пробьют, дальше дорога открыта вот сюда. Видите, внизу пунктирная зеленая. То есть есть карман, есть потенциал. Наблюдаем. Так что если пробьют, шанс агрессивно продать. Можем поставить сюда алерт. Это уведомление на случай, если рынок придет, то я в этот момент отвлекся или что-то еще происходит. Бывает иногда такое. Тем более, это может произойти очень быстро. Пока переключимся на золото. Посмотрите, как цена тестирует наш уровень. Еще слева мы видим структуру. Предыдущая зона сопротивления. Сопротивление. Но аналогично, как и по NASDAQ. Прямо как под копирку. И посмотрите, как в этом флете почти после каждого стрелочного у нас реакции. Посмотрите на эти стрелочные. Потому что этот сигнал для флета. Преимущественно, а также для неопределенного либо контр, контр трендового рынка. Посмотрите. Причем без фильтров. Я просто выделяю каждый сигнал. Здесь, 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 здесь. Идеальные кондиции для этого сигнала. Поэтому, когда вы торгуете сигнал, какой-то паттерн, спросите себя, в каком состоянии рынок? В каком состоянии рынок? И какой сигнал лучше для этого состояния рынка? Очень важно. Вы можете торговать очень солидный сигнал, крутой сигнал на пробой, но торговать его во флете и терять деньги. Поэтому, если флэт, какие сигналы? Какая тактика моя будет работать с графиком? Угу. Если рынок сильный, в состоянии моментума, как вчера, золото, какая моя тактика? Вчера у меня было несколько трейдов по золоту. Я продал здесь, на макушке, на старте этого движения. Взял профит. Потом я купил здесь очень агрессивно counter loss. И потом здесь я купил снова напротив структуры со стрелочными price action и взял профит. Раз, два, три трейда, два профита, один лосс. Угу. И как я уже говорил в начале, либо мы торгуем на увядании импульса, либо на увядании коррекции в направлении импульса. Иначе говоря, давайте покажу. Вот смотрите. Основная наша техника. Движение вниз, коррекция. Здесь мы ищем точку увядания, коррекции в направлении вот этого импульса. Особенно, когда импульс после стрелочного. Затем, рынок начинает снижаться, падает. И я ищу точку увядания импульса. То есть, подразумеваю реакцию. И здесь я могу спросить себя, где находится цена относительно уровня. Если структура слева, то есть, добавить аргументы в пользу моей сделки. И весь, весь, весь трейдинг основывается именно на таких критериях. либо у нас есть некий тренд, и мы находим точку кульминации, ищем buy, например. Либо мы не торгуем так, а ждем коррекции, иначе говоря, отката к ценности, например, к предыдущему уровню поддержки, который становится сопротивлением. И здесь мы ищем точку увядания коррекции в направлении тренда. Вот здесь, вот в таком ключе проходит примерно 80% наших сделок с трейдерами. И ключевой вопрос, какие сигналы, как КС, КС, какие сигналы приводят к развороту? Какие сигналы приводят здесь к развороту? Какие-то паттерны, то есть точки кульминации движений любых абсолютно. Но когда флэт, неопределенный рынок, какие паттерны я торгую у сопротивления на сел и у поддержки на бай. Весь принцип. Здесь мы не торгуем п-пробой, иначе мы потеряем очень много денег. Поэтому, когда мы наблюдаем флэт, некие границы консолидации, и видим стрелочный, это лучшая техника торговли. Либо это стрелочный плюс паттерны, разворотные, слабые и так далее, вершины. Либо price action стрелочный, либо просто стрелочный. То есть правильная техника, правильный, рынок равно деньги. Критичный момент трейдеры. То есть три состояния. Флэт, контртренд, либо коррекция. еще есть техника торговли на пробой, когда мы подразумеваем вход, например, на сел, на ранней стадии. Но она торгуется, точнее, она используется в очень узком окне. То есть это, как правило, первый час, первый час, открытия рынка. Иногда даже первые полчаса. Потому что все большие движения, если начинаются, они начинаются в первый час открытия рынка. Еще важный момент. Иногда мы приходим в рынок, который уже прошел до хрена пунктов. То есть приходишь на рынок в американскую сессию и видишь, что европейская сессия, там бар вот такой дневной, огромная свеча. То есть мы уже прошли очень много. И техника, тактика торговли будет совершенно другой. Не на продолжение движения, а либо на разворот, либо торговля в консолидации. То есть моя реакция на то, что уже произошло в европейскую сессию, то есть мой стиль торговли, мой план будет зависеть от того, как торговалась Европа. Если Европа торговалась во флете, то у меня неплохие шансы, что в Америку я могу увидеть моментум. Но если я уже увидел моментум в Европу, в Америку мне нужно быть внимательным. Очень, очень, очень важная и простая информация. Если вы понимаете важность этого момента, ставьте лайки, пишите в комментариях свои вопросы и подключайтесь к нам. Учитесь читать график в первую очередь, а потом уже подставляете под состояние рынка конкретные сигналы, паттерны, и тогда ваши цифры, ваша статистика будет радовать ваш глаз, ваш кошелек и так далее. И вот сейчас мы видим, золото ускоряется. Мы в Европу стояли во флете, а сейчас вдруг начали ускоряться в начале американской сессии. Давайте посмотрим, потому что ускорение рынка это шанс заработать деньги. Мы видим долгую консолидацию. представьте, сколько мы в этом канале стояли узком. Почти 40, 45, грубо, час, не считая еще того, что было до этого. И вот у нас выстрел вверх на 35 пунктов. И сразу моя риторика, что слева, если слева уровень, я вижу красную пунктирную линию, что означает максимум сегодняшнего дня. Здесь, кстати, неправильно написать здесь low, а здесь high наоборот. здесь максимум зона S сопротивления. Мы сейчас тестируем уровень сопротивления. Тест уровня сила сигнала номер один. Первое условие из последовательности. Давайте посмотрим, будет ли вход. И еще важно, торговля от уровня это не значит, что у тебя уровень сразу sell нажимаешь. Так не работает. То есть мы ждем причин на вход. Да, иногда рынок может коснуться и посыпался и все, и это нормально. Особенно в интродэе и в скальпинге, когда у тебя там за день может накопиться очень много позиций. Назад снова пришел справа. Пока там вообще ничего нет. Тоже alert наверх поставим возле уровня. Ждем золото. Тест уровня. Ждем причины, если будет стрелочная sell. Аналогично, как здесь. Конечно, sell сразу. Единственный минус в том, что мой стоп будет прям буквально несколько пунктов за максимумом. То есть такой очень уязвимый стоп, потому что рынок может смело прийти протестить вот эту макушку, ничего не нарушить и вынести меня. Это тоже нужно учитывать. Нет, мы видим, пока стрелочного нет. Ждем, значит, другой сигнал. то есть если я вижу тест уровня и затем нет стрелочного, я жду паттерн свечной либо паттерн вершину. Слабая вершина, разворотная вершина. Моя задача при появлении любого сигнала из того списка, который я использую, который используют наши трейдеры, возле уровня торговать. Какое это будет, не знаю, может вообще никакого не быть. Редко, но бывает, что у тебя вообще возле уровня нет сигнала и ждешь следующей возможности. Таким образом, вы торгуете четко то, что входит в ваш план. Но, как я сказал вначале, визуальная информация, визуальный стимул. Вот эта свеча, если я ее не торгую, если она для меня никакой ценности не несет, я ее не тестировал, то она не имеет никакого значения, но я знаю трейдеров, которые говорят, о, пин-бар, пин-бар, сел, 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 кажется, я слышал, пин-бар хорошо работает. Может быть. И может быть суперэффективно. Вопрос, торгуешь ли ты этот сигнал на постоянной основе, дали нет. И если какое-то математическое у тебя подтверждение, что это работает, или есть у этого сигнала какое-то преимущество. Если да, вперед. Я не торгую такие сигналы, как поглощение, например, хотя это может быть очень хороший сигнал, но он не входит в мою рутину. Поэтому очень важно то, что вы торгуете на регулярной основе. чтобы вы привыкли распознавать сигналы возле уровней. Вижу, делаю, вижу, делаю, вижу, придаю значение делу. То есть я сначала увидел сигнал, для меня это что-то означает. Например, сел, я смотрю налево, если уровень, если да, то опять же таки модель последовательности, если то, если я увидел это, NASDAQ в зоне alert. Тестируем снова уровень, увидим, как NASDAQ еле-еле добрался до этой зоны, посмотрим на снова тест уровня. Обратите внимание, по NASDAQ снова тест. одну секунду дует холодный ветер. Тест уровня, посмотрим, будет ли здесь сигнал. По золоту паттерн, вершина симметричная. смотрим, будет ли здесь вход. Уровень слева плюс паттерн. Конечно, намного проще, когда у тебя есть стрелочный, потому что есть alert, уведомление, появился стрелочный сел, и остается только нажать кнопку на советнике. Но иногда рынок слабый, потому что, чтобы появился стрелочный, нужен сильный прессинг вверх или вниз. Сейчас мы такого не видим, рынок чуть-чуть ушел, и на этом все. По NASDAQ ждем подтверждение. Да, мы видим черный бар, черную свечу, но нет подтверждения на вход в плане паттерна. Нет паттерна на вход в рынок. Конечно, можно сказать, что здесь очень короткий стоп, Аркадий, но почему бы нет? Так дело не в этом. Дело в том, есть ли сигнал или нет? Если сигнал нет, ну а что, короткий стоп. Да, это может быть краткосрочная прибыль, да, но ущерб долгосрочному такому же результату, прибыльному. Почему? Потому что ты привыкаешь торговать так, как тебе хочется, кажется. и потом это распространяется на другие ситуации, там и шай, тут попробую, тут возьму. Да, может пойти вниз, да ради бога. Вопрос, есть ли сигнал? Тогда у меня не будет претензий к себе, не буду, я не буду испытывать чувство вины, если отсюда сейчас рынок пойдет вниз. Но если я сейчас продам, рынок вынесет меня, это двойной убыток, как я говорю, финансовый, эмоциональный, да, финансовый лосс, а эмоциональный это то, что зачем я вошел, не было сигнала, оно, это чувство по-любому возникнет. Ну, а если у тебя был сигнал, ты вошел в лосс, это нормально, потому что часть торговли, да, и надо быть странным, очень глупым трейдером, чтобы говорить о том, что я вошел в лосс и сетовать на это как-то, да. То есть принцип в том, торговле по правилам, чтобы не сожалеть, не культивировать внутри себя чувство вины и быть постоянным. Очень-очень важно трейдеры. Я не смотрю тренд на старшем таймфрейме, он меня абсолютно не интересует, ни на М15, ни на М5. Единственное, что я смотрю на старшем, на структуру рынка. Мы видим вершина, тест уровня, паттерн, еще один. Я смотрю, как мне будет выгодно войти, поэтому не тороплюсь. Выгодно в плане точки входа. У нас есть максимум сессии сегодняшний, слева максимум сегодняшнего дня до начала американское. если я поставлю горизонтальную линию, мы видим, что сейчас на чуть-чуть выше торгуется. Смотрите, протестили, отскочили, вернулись, еще раз. Это зона принятия решения. Если рынок сильный, мы прошьем и улетим наверх. Поэтому не спешу никуда, внимательно смотрю. Я заметил, чем я терпеливее в плане точки входа, времени. Ведь я знаю, откуда приходят мои лучшие трейды. Тем результат выше. Мы видим, рынок сделан на максимум. Посмотрите. Пробили, закрылись выше предыдущей структуры. То есть, у нас была здесь вершина, потом новый максимум. То есть, мы не подтвердили вершину, сделали новый максимум. У нас может быть слабая вершина. СВ. Слабая вершина. Посмотрим. Ждем. Если у нас сформируется слабая вершина, то мы ожидаем движение в районе 1805. Но здесь 18-20 пунктов, как по NASDAQ, не более того. На слабая вершина почти готова. Единственный минус это вот этот решачий бар. У нас совсем профит тогда не останется, если будет сел. Если мы нажмем сел, это хороший трейд, но вот как я говорил, если сигнальная свеча очень большая, то по факту невыгодно атаковать. я наблюдаю, 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 наблюдаю еще секунду, смотрю, у рынка есть тенденция по слабой вершине приходить, тестировать левую сторону, где моя линия пунктирная, но тут какие-то копейки, уже нажмем сел и готовимся забрать профит вот здесь. 1805 по слабой вершине это сигнал на разворот, увядание импульса. Куда? Внимание, налево, структура. Все очень быстрый скальп здесь. Так, ну что, мы возвращаемся в эфир, забираем тейк профит. Удаляем алерт. Да, рынок может определенно еще протащить низ, но так как у меня одна позиция зашел, мы видим раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, с половиной, восемь минут после, да, после слабой вершины. Посмотрим, что будет еще сегодня. Если у меня вторая часть позиции, то я перевожу либо в безубыток, либо двигаю по предыдущей зоне, например, сюда, либо сюда, то есть смотрю, где ближайшие были максимумы. Но обратите внимание, рынок сейчас тестирует предыдущую зону сопротивления, которая становится поддержкой, то есть мы на уровне поддержки, поэтому вот это место для тейк профитов первых, если позиции две, самое-самое оптимальное. То есть мы исходим из базовых, на базовых вещей. От уровня кластер 2, два визуальных условия, когда мы играем на увядание импульса, это тест уровня, слабая вершина, рынок упал куда, к предыдущему уровню, уровень сопротивления становится поддержкой, это место для взятия первых, либо основных тейков, сегодня у меня одна позиция, после входа мы взяли 15 пунктов, на это небольшой тейк по золоту, но во-первых сегодня волатильность очень узкая, по крайней мере пока, был здесь выстрел и предпосылки, что может рынок ускориться, но нет, и посмотрим будет ли еще трейд, здесь мы взяли 15, по NASDAQ округлим где-то 15, ведь скальпинге очень важно, в первую очередь иметь высокий высокую вероятность отработки, хотя бы 55, 60, может быть чуть больше, чуть меньше процентов профитных трейдов, и задача вот этого первого первой позиции, почему я быстро закрываю в течение 5-3 минут, потому что обычно после сигнала рынок дергается в нашу сторону, и в течение 3-5 минут цена идет туда, куда нужно, если сигнал рабочий, и потом начинается пауза, вот, это очень важный момент, и таким образом, чем меньше я нахожусь в первой сделке, или до предполагаемой первой цели, тем лучше, и тем выше мой первый тейк, в плане досягаемости, это психология каждого, кто-то терпит, зашел, пусть будет коррекция, я все равно буду ждать тейк, я поставлю свой стоп за минимум, если у меня будет, если сигнал рабочий, то либо мы дойдем сюда, либо меня вынесет с небольшим риском, это тоже вариант, и он рабочий, важно понимать свою индивидуальность, кто ты, дойдем сюда, с небольшим с небольшим пока что вероятно, если вероятно,